Это по поводаниям за зрение и по проценту. Вот это. Примерно куда-то туда тоже в бороду Дэвин Букера он мяч этот перехватил. Миддлтон через Бриджес один в один. Дефенс, дефенс. Янис опять играет роль пик-н-ролл Большого, который проваливается под кольцо Бреклопес. Естественно, на дуге. И Холидей бросает мяч. Интересно было, что покажут Милоки без Яниса в первом матче. И, представляешь, они с Феникс только адаптируются к картине без Яниса. Саппортис появился на площадке, кстати. И потом, знаешь, в этот матч и в это противостояние Адетокумба, и надо обратно все это переигрывать Фениксу. Мне кажется, это могло бы послужить преимущество для Милоки. Миддл заслон и остается Холидей защищаться последним. Криспол разгоняет ищет кого может отойти в быстром отрыве. Джейк Раудер. Один из лидеров постсезона по подборам в нападении, как и, собственно, Эйтан. Ой, это на больше даже, сильно больше, как и Брук Лопес, благодаря, опять же, отсутствию Яниса. Но Пиджей метр девяносто шесть. Да, да, вот к этому я и вел как раз. Геймплан Милоки, как мне кажется, заточен под то, чтобы не дать Букеру никакого пространства совершенно. Они очень активно меняются на нем и... Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...